здравствуйте друзья в этом мастер-классе я поделюсь с вами как на гладко выкрашенной стене создать вот такой многослойный трафарет в виде трех веток по проекту дизайнера 3d визуализацию которого вы видите у себя на экране я разработала эскиз и рисунок трафарета который разместил на стене привязав его к одному из выходов для светильника и поставила точные размеры на первом этапе я создала файл трафарета в векторной графике и заказала его изготовление в печатном салоне на липкой пленке фирмы аракал номер 641 которую вы сейчас видите на своих экранах советую вам обязательно заказать наклейку монтажной пленки на трафарет в салоне она выглядит вот так и предназначена для того чтобы качественно переносить мелкие детали трафарета на любую поверхность далее необходимо точно разместить листы трафарета на стене для этого я устанавливаю лазерный уровень привязав его вертикальную линию к точке выхода провода для светильника который я ранее отметила в своем эскизе положение лазерного уровня мы фиксируем и стараемся его не сдвигать с места закрепляем первый трафарет согласно эскиза с помощью малярного скотча затем берем длинную линейку и с помощью шариковой ручки проводим линии на листе трафарета по светящимся полоскам уровня сначала вертикальную линию затем горизонтальную далее закрепляем второй трафарет согласно эскиза здесь вы можете ориентироваться на сам рисунок трафарета затем с помощью металлической линейки проводим горизонтальную и вертикальную линию на втором трафарете то же самое проделываем с третьим трафаретом прикрепляем его согласно эскизу и проводим линии после разметки трафареты снимаем со стены далее первый трафарет необходимо подготовить к работе для этого кладем его на ровную чистую поверхность затем самого узкого места начинаем снимать подложку обратите внимание что это необходимо делать параллельно плоскости на которой лежит трафарет чтобы не потянуть за собой и его мелкие детали действуйте не торопясь аккуратно время от времени срезайте лишнюю бумагу подложки следите за тем чтобы на пленку не попал мусор если мелкие детали все-таки тянутся за подложкой вы их прижимайте обратно на место и еще раз аккуратно снимайте посмотрите как я это делаю далее включаем лазерный уровень по нему точно совмещаем линии трафарета и приклеиваем его далее мы будем использовать специальный инструмент ракель он используется для качественного прижимания пленки к различным поверхностям он бывает в виде пластины из пластика или вот такой силиконовой с металлической ручкой приобрести этот инструмент можно в салоне который торгует материалами для рекламных агентств если вы не найдете этот инструмент в продаже то вы его можете заменить обычной пластиковой картой но если вы занимаетесь профессиональной художественной деятельностью то лучше его иметь у себя в арсенале для этого вы можете его заказать в интернет-магазине разглаживаем трафарет ракелем начиная с середины выгоняем пузырьки воздуха к краю и выдавливаем их далее мы начинаем снимать монтажную пленку с трафарета обратите внимание что я снимаю пленку параллельно стене такой способ позволяет сделать процесс снятия пленки более качественным время от времени пленку необходимо обрезать для того чтобы трафарет не тянулся за монтажкой его можно придерживать ракелем после того как мы полностью сняли монтажную пленку еще раз тщательно прижимаем трафарет к стене выгоняя остатки воздушных пузырьков далее нам понадобится кроющая акриловая краска и одноразовая банка с крышкой в моем случае это американская краска parker paint wall color от 3650 матовая в вашем случае это может быть любая другая интерьерная кроющая краска базы а расскажу почему я использую именно эту краску во первых ей были выкрашены стены на которых я работала во вторых она имеет длительное время просыхания а это является плюсом так как красочный слой за это время качественно растекается и выравнивается на поверхности которую мы покрываем в третьих она достаточно густая и не будет затекать под трафарет во время нанесения итак наливаем краску в одноразовый стакан берем колорант нужного нам цвета в моем случае это колорант коричневого цвета той же фирмы что и краска он использовался для колировки краски основного цвета стены я просто взяла код этого колоранта и приобрела его отдельно колорант очень концентрированный поэтому его необходимо добавлять в краску понемногу с помощью мастихина тщательно перемешиваем краску смотрим на результат и добавляем еще немного колоранта и так действуем пока не добьемся нужного нам оттенка далее я сравниваю полученный цвет с утвержденным образцом краску необходимо подсушить так как при высыхании она на несколько тонов может потемнеть я просушила но результат все равно получился светлее поэтому я еще немного добавила колоранта размешала краску и сделала пробу все результат теперь меня устраивает цвет получился что надо эту банку я помечаю номером один не ленитесь этого делать так как потом это сильно облегчит жизнь и сэкономит ваше время это важно тогда когда у вас много разных по тону красок одного цвета и на глаз их определить становится сложно далее берем ванночку для раскатывания краски и валик с мелким ворсом небольшого размера хочу обратить ваше внимание на то что ванночка должна быть абсолютно чистой без остатков засохшей краски шубка для валика должна быть с мелким ворсом как например это и на этикетке должно быть указано что она предназначена для создания глянцевого покрытия или для гладкого нанесения краски и так берем валик одеваем его на рукоятку теперь я вам покажу как необходимо правильно раскатывать краску сначала мы ее набираем на валик затем раскатываем ее в одном направлении для лучшего распределения краски по шубке валика если на валик будет набираться слишком много краски то ее излишки можно удалить с помощью бумажного полотенца для этого отрываем пару полотенец и сворачиваем их вставляем в ванночку и еще раз прокатываем валик по ним очень важно чтобы валик оставался практически сухим чтобы краска не затекала под трафарет и так я раскатываю краску в ванночке и наношу ее первый слой по всему трафарету далее я даю краски просохнуть не менее 30 минут и покрываю краску на второй раз затем красочный слой я опять просушиваю в течение 30 минут и начинаю снимать трафарет с помощью канцелярского ножа очень аккуратно подцепляя им пленку старайтесь в этот момент не повредить стену не торопитесь от этого зависит качество вашей работы в итоге первая ветка будет выглядеть вот так в таком виде ее необходимо просушить не менее суток теперь мы должны тщательно помыть валик хозяйственным мылом для того чтобы в течение нескольких дней он оставался пригодным для использования в этот момент вы можете воспользоваться специальным скребком для мытья валиков после того как мы валик промоем проточной водой его необходимо обернуть полиэтиленовым пакетом вот так и плотно закрыть так как пленка аракал с очень мощным клейким покрытием она потянула за собой красочный слой стены и я решила сделать остальные трафареты из другой пленки фирмы аромаск номер восемьсот десять она более нежная и прозрачная что очень удобно в работе эта пленка используется в автомобильной аэрографии и для нежных поверхностей сверху трафаретов было также наклеена монтажная пленка я вырезала трафареты по периметру и перенесла на них линии разметки трафарет номер два я готовлю так же как и первый снимая подложку далее я его прикрепляю к стене по линиям разметки для этого я использую лазерный уровень который оставался все это время на прежнем месте затем трафарет необходимо разгладить с помощью ракеля удаляя все пузырьки воздуха эта пленка не такая агрессивная как прежде поэтому процесс удаления пузырьков намного проще далее с трафарета снимаем монтажную пленку как вы уже обратили внимание я использую в этот раз другой ракель так как прежний пластиковый оставлял следы на окрашенной стене так как эта пленка с более нежным клейким покрытием то она легко снимается вместе с монтажкой поэтому не торопитесь наберитесь терпения и аккуратно снимайте ее придерживая ракеля время от времени отрезайте монтажку и продолжайте работу у каждой пленки есть свои плюсы и минусы если в прежнем случае пленка очень крепко держалась на стене но при снятии повреждала красочный слой то эта пленка слабее держится на стене но при снятии она ее не повреждает там где рисунок трафарета подходит близко к краю я наклеиваю малярный скотч тем самым закрываю стену от случайного попадания краски далее колеруем краску в более светлый оттенок и наносим ее первый слой на трафарет просушиваем этот слой в течение 30 минут и наносим второй красочный слой того же цвета далее опять просушиваем слой краски 30 минут и снимаем пленку со стены для этого можно использовать специальный инструмент для снятия трафарета как например вот этот я его приобрела в салоне который торгует материалами для рекламных агентств он очень удобен в использовании так как игла на конце загнута и ей очень легко подцеплять трафарет не повреждая основание как видите эта пленка снимается намного проще чем предыдущая понаблюдайте за процессом вот так будет выглядеть второй этап работы просушиваем красочный слой не менее суток на следующий день я приклеиваю третий заключительный трафарет на стену по отмеченным линиям разглаживаю его ракелем удаляя пузырьки затем осторожно снимаю монтажную пленку окончательно прижимаю трафарет к стене с помощью ракеля теперь я вам расскажу как получить темный цвет для последнего трафарета в этот раз я беру лисирующую краску в моем случае это акриловая краска фирмы ойкос белл декор база тр в вашем случае это может быть любая другая акриловая интерьерная краска базы c то есть прозрачная я беру одноразовый стакан и наливаю в него краску вот так теперь беру колорант с помощью мастихина и добавляю его в краску перемешиваю как вы можете заметить лисирующая краска очень быстро набирает нужный нам цвет так как в ее составе практически нет белого пигмента поэтому не спешите сразу много добавлять колоранта чтобы не ошибиться в тоне колорант добавляем до того момента пока мы не получим нужный нам тон и столько раз сколько это будет необходимо не забывайте постоянно сравнивать цвет с уже утвержденным цветом проекта вопрос колировки краски я уже поднимала в одном из своих видео которое вы сможете найти на моем канале или в соц сетях ссылки на эти страницы вы видите у себя на экране главное отличие колировки кроющей краски базы а и прозрачные краски базы c в том что в кроющей краски содержится много белого пигмента поэтому из нее очень сложно получить темные оттенки тогда как из прозрачной базы они получаются очень легко все цвет и тон нас устраивает берем эту краску и начинаем наносить ее с помощью валика на трафарет сначала наносим ее первый слой и просушиваем 30 минут затем наносим ее второй слой и опять просушиваем 30 минут далее аккуратно снимаем пленку со стены так как пленка с нежным клейким покрытием окраска жидкая то она может затечь под трафарет как в моем случае для исправления этого дефекта вам необходимо иметь исходную краску которой была выкрашена стена мы берем тонкую кисть и закрываем этой краской все неточности в этот момент не спешите делайте все аккуратно вот что у нас должно получиться в итоге если у вас остались вопросы то пишите их под этим видео оставляйте свои отзывы о моем мастер-классе на этом у меня все желаю вам творческих успехов пока пока пока